Здравствуйте! Это программа служителей. Я Дмитрий Кошлев. Не переключайте на другой телеканал. В нашем телепроекте люди рассказывают о себе, о церкви, о своем служении. Простым языком, не мудрство и лукаво. Герои – священники, монашествующие, миряне-благотворители. У каждого своя дорога к храму. Об этом пути и весь сказ. Сегодня наш рассказ о настоятеле свято-богоявленской обители поселка Мстера Игумне Авраамии. С ним и встретились в Богородице-Рождественском монастыре Владимира в день благоверной кончины святителя Афанасии Сахарова. Свой земной путь он закончил в октябре 1962 года. В этот день во Владимир приехали наместники всех монастырей Владимира Суздальской епархии, в том числе и Авраамии Лукинчук. После литургии духовенства и монашествующие почтили память святого владыки крестным ходом. По завершению торжества отцы разъехались по приходам и монастырям. Мы вслед за нашим героем, в буквальном смысле слова, помчались в мстеру. Настоятелем Богоявленского монастыря отец Авраамии был назначен в 2007 году. Здравствуйте, дарья. Здравствуйте. Как у вас здесь жизнь? Слава Богу, милости Божией. Милости просим. Милости просим. Из Владимира ехали? А мы так и подумали, что мы вас обогнали. Вы быстро ехали или медленно летели? Мы ехали быстро, не хотели вас подводить. Знаем, что у вас работа связана со святого льня. Были у отца Авраамия и другие поводы поспешить в обитель. В монастырь на днях провели газ. Но праздник омрачился. В отопительной системе обнаружилась утечка. Помимо хлопот, это и дополнительные расходы. Если не устранить, к зиме придется закупать дрова. Бреж в трубах обнаружили в храме Владимирской иконы Божьей Матери. И где здесь у вас утечка в храме? Утечка. Вот сейчас пройдемте. Анатолий, пойдем посмотрим. А я сам первый раз сейчас увижу. Но это, если это мы устраним, ну да, наверное, это вот это вот. Смотрите, тут все вот и как раз намокло. Ага. Вот здесь стекла вода. Вот у нас получается в день литра 200, да? Супер, бочка большая. Бочка большая, да. Вот сейчас вот закрыли, сейчас посмотрим как. Из-за этого система плохо работает. Давление падает. Вода-то, то есть это неполный вот этот цикл. Так это рабочие плохо так сделали, да? Да, получается вот сантехники не затянули вот эту вот гайку. А сантехники это приглашенные или ваши сотрудники? Нет, нет, приглашенные. Здесь, если не секрет, дорого заплатили. Гарантию какую-то давали? Гарантию мы договор не составляли. То есть это как мы и как-то нашли таким образом. Сейчас странный какой-то момент. Многие жалуются на вот эту вот нехватку работы, если здесь кризисом. А мы не можем вообще специалистов найти. Ни кровельщиков, все заняты. Ни плотников, все заняты. Еле-еле. Только мы здесь, вот в данном случае мы договор не составляли, вот по поводу сантехники. Ну так вот, дорого. Так, 280 тысяч. Их материал и работы. С какими трудностями приходится наместнику монастыря сталкиваться, кроме того, что не хватает рабочих? Да, конечно, братья. Братья в монастыре сейчас приходят мало. Если приходят, тоже много причин. Либо уже что-то себе представляют, какое-то представление заранее в монастыре было. Например, приходят в монастырь с определенным уставом, режимом, с определенными тоже порядками. Они, вот как вот, представляли себе одно, а находят что-то другое. Ну, там вскоре как-то оставляют в монастырь. Сталкиваются с тем, что христианские заповеди-то надо исполнять. Терпеть, смиряться, учиться любить, снисходить, послушание. Они сталкиваются с тем, что вот, как-то нет внутренней организации и трудно это все соблюдать. В первую очередь, братья. Братья монастыря действительно немногочисленные. Кроме наместника, в богоявленском монастыре проживает священный инок. Еще семь монахов и послушников спасаются в скиту, в деревне Акиншино. До революции же мастерская мужская обитель была одной из самых известных. Основали ее князья рода рамадановских. Останки их были обнаружены в богоявленском соборе. В этом храме их фамильная усыпальница. На литографиях старых указано положение гробниц. Вот здесь вот было. Вот здесь было семь гробниц и здесь было восемь. С той стороны восемь. Тоже так. Люди, такие вот желающие легкой наживы, думали там золото, драгоценности. Все раскурочили полностью. То есть вот эти надгробия не остались. А в этом году, в этом году мы в этом месте хотели делать связку на газовую. И мы здесь нашли склепы. То есть пришлось выкопать яму. И мы наткнулись на склепы. Склепы были по два захоронения. Где-то два метра шириной и метр высотой. Такие вот нефы выложены из кипячей. Мы обратились к ладыке. Как быть? Он говорит, все, назад, зарывайте, закапывайте. А как быть? Вот как обозначить места захоронения? Вот он предложил нам плиты. Вот эти вот. 1713 год, я смотрю. Князь Михаил Григорьевич Ромодановский. Да. В этом году установили иконостас. Жертвователем оказался директор миграционной службы Российской Федерации Ромодановский. Константин Олегович. Он сюда приезжает? Нет, он не был еще здесь. Он просто пожертвовал. Мы зовем его в гости показать, как все это уже. Ну фотографии мы ему отвозили, показывали. А так все. Ну он занят и все время говорит в командировках. Нет, ну счетная палата тоже занятая, люди работают. С Типашем-то тем не менее. Ну, как сказать. Может быть, мы недостаточно усердно приглашаем. Родом отец Авраами из Одессы. Из Украины уехал 20 лет назад. Но до сих пор с ностальгией вспоминает море, южную природу. По этому образу и подобию старается устроить жизнь веренной ему обители. Хочу вам сказать, что Россия – это не Украина. Это вы сейчас говорите со знаком плюс или со знаком минус? Я сравнил, как в храме, например, может быть, на Украине, как в храме, вот в российском, как там вот панихиды, вот эти приношения, такая вот. На Украине щедрость. На Украине очень щедрость такая. В России немного так вот сдержанно. И привыкал к укладу, например, такому. Спрашивает, тебе сахар или песок к чаю? А, ну. Сахар или песок? Я сахар. А они дают кусковой, предлагают к чаю. А у нас, например, песок вообще не употребляется, слово просто сахар. Сахар и сахар. Вот он, песок, сахар, он есть и сахар. Например, вот тоже было интересно. Или приходите на чай. А чай – это полный обед. А у нас чай, это значит чай. Чай, вот чай, конфеты, печенье, то есть чайные. Когда садились за стол, книжечку я приметил, как красиво накрыть стол. Вы сказали, что я этим же занимался. А, ну, занимался. Ну, было у меня такое кулинарное образование. То есть приходилось работать в этой сфере. То есть вы кулинарный техникум закончили? Ну, да, техникум. Типа вот Хазанов, так мы все помним. Да, ну, да, да. Было, то есть, мне это так. Я всегда, всегда, я мечтал, я никакой другой профессии не мечтал. Только так, чтобы готовить, вот, подать. Так вот, мне это очень нравилось. Ну, сейчас я этим не занимаюсь, но если говорить о мирском призвании, это мое. Так нет, ну а как же вот, ну и готовили бы. Не обязательно же, чтобы спасаться, не обязательно уходить в монастырь, как говорят. Можно и в миру спасаться. Нет, вы знаете, вы знаете, когда я стал ходить в храм в Одессе, я знал, что я не мог это как-то обозначить для себя каким-то, вот мысленно, каким-то путем, что я сказал, вот это мой путь. Но я настолько прикипел к храму, что я на следующий день, когда вот я попал в храм, я на следующий день пошел уволился из ресторана и пошел работать в храм уборщиком. Затем была неудачная попытка поступления в Одесскую семинарию. Экзамены, кулинар провалил. Руку помощи подал незнакомый батюшка. И священник говорит, у меня нет панамаря, пойдем ко мне по панамаре в области. Вот я пошел панамарить к нему. А там молдавское село, я молодой, меня там стали приглашать в виде будущего жениха своим дочерям. Одна семья пригласит, другая семья пригласит. Это так для юности это все и тщеславно, и, как бы сказать, вот эти вот столы с вицами для меня накрывались. А батюшка говорит, нет, так дело не пойдет. Вот сейчас Оптина открылась, говорит, поезжай в Оптину. Вот, как бы с благословением вот этого священника я все оставил. Сразу, вот он мне сказал поехать, я собрался, поехал. Помню, как я ехал поездом, вышел в Сухиничах, там до Козельска. И так вот, ну, вы знаете, шел так, чтобы не уходить. Шел вот с таким настроем. Сейчас вот вспоминаю, когда приходится братьям что-то говорить, какие-то наставления, или за трапезой, или когда иноческий час у нас бывает. Мне как с Оптиной больше нечем сравнить, ничего. Вот как жили в Оптиной монахи. Я братьям говорю, вот в Оптиной было так, вот в Оптиной говорили так, вот в Оптиной положено так. Устав соблюдали так. И только вот с Оптиной у меня одни воспоминания. И сравнение по жизни монашеской у меня практически только с Оптиной пустыней. В то время наместником Оптиной пустыни был архимандрит Евлогии. В скором времени его возвели на Владимирскую кафедру. Вместе с Владыкой переехал и на Ковраами. Ну и слава Богу, батюшка, что вы здесь, что мы действительно имеем возможность здесь с вами сидеть и беседовать. Хвала Богу, хвала Богу. Спасибо большое. А слава Боже. Измстера с любовью передает игумен Авраами. Родился на Украине, в Одессе, а пригодился в средней полосе России, во Владимирской области. Я Дмитрий Кошелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»